Читает автор Глава девятнадцатая Вы должны знать, мы повсюду От кого? Луцахови, Хабаровск, Дальний Восток, Россия Кому? Биргитте Хови, Швейцария, Цюрих 6 апреля 1998 года Здравствуй, Биргитта! Уже больше месяца длится мое пребывание в России Ежедневно ловлю себя на мысли, насколько ты была права, вдохновив меня приехать сюда Ощущаю себя здесь необходимым каждому, кто нуждается в моей помощи Живя среди простых людей, я вижу их страдания от тех решений, которые вынуждено принимать их правительство Немало из них потеряли работу, не имеют средства к существованию На улицах много нищих, пьяниц и наркоманов Большинство евреев, живущих на Дальнем Востоке России, переживают те же самые проблемы Скорее всего, это и является основной причиной для их выезда в Израиль Но есть еще один бич, который заставляет уезжать их из российских городов и поселков Антисемитизм На улицах Хабаровска то и дело проходят парады с марширующими колоннами неофашистов Они одеты в черных рубашках, на рукавах которых изображена свастика Такие же свастики красуются на их знаменах и штандартах Повсюду на столбах и заборах расклеены плакаты, изображающие русского медведя, раздирающего звезду Давида Евреи чувствуют приближающуюся опасность и потому бегут Два дня назад Борис поручил мне встретить супружескую пару Галину и Геннадий Янкелевич Которые приехали из небольшого поселка в Приморском крае в Хабаровск, чтобы репатриироваться в Израиль Рано утром мы с переводчиком Андреем отправились встречать их на железнодорожный вокзал Поезд Владивосток-Хабаровск пришел вовремя Мы подошли к нужному вагону и стали ожидать, когда на его пороге появятся наши подопечные Прошло какое-то время, все пассажиры вышли из вагона Геннадия и Галины среди них не было Мы начали волноваться Вы случайно не Янкелевича ожидаете? Спросила проводница Их самых, ответил Андрей Слава Богу! Может быть, они вам откроют купе? Обрадовалась проводница Как только зашли в вагон, так сразу же закрылись Никого к себе не впускают Почему? Удивились мы Не знаю Нехотя ответила проводница Избили их шибко Сами увидеть Проводница постучала в дверь купе Граждане Янкелевичи, тут к вам пришли Кто такие? Раздался явный, испуганный голос Геннадия Меня зовут Луцхови, сказал я Меня переводил Андрей Я представляю фонд Мы пришли, чтобы помочь вам вылететь в Израиль У тебя есть какой-нибудь документ? Спросил Геннадий Визитная карточка, ответил я Просунь ее в щель Дверь чуть приоткрылась Я всунул в образовавшуюся щель визитную карточку На которой было указано, что я являюсь волонтером фонда Через пару секунд щелкнул задвижка на двери Снова раздался голос Геннадия Заходят только немец и переводчик Мы вошли внутрь купе Проводница сказала У вас 15 минут Затем поезд отгонят на запасные пути Увидев Галину и Геннадия, мы вздрогнули Их лица распухшие с кровавыми черными фиолетовыми подтеками С многочисленными пятнами запекшейся крови Лишь отдаленно напоминали человеческие лица Руки супругов также покрывало множество синяков Из-за того, что Геннадий и Галина наглухо зашторили окна В купе стоял плотный полумрак То, что нас больше всего смутило Панический страх Который, казалось, полностью овладел нашими новыми знакомыми Мы не можем находиться на улице Нас могут заметить У вас есть машина? Накивнули Вы должны подогнать ее максимально близко к вагону Вы сделаете это? Если нет, мы остаемся здесь Андрей развел руками Я постараюсь договориться с начальством Только прошу Не вызывать сюда милицию или врачей Это наши условия Понятно? Понятно Багаж можете носить Когда подъедет автомобиль Вы сначала загружаете в него багаж Потом в него садимся мы И сразу же едем в гостиницу Хорошо Ответили мы Андрей побежал на вокзал Договариваться о проезде на перрон нашего микроавтобуса Я начал таскать сумки и чемоданы К радости проводницы Мы загрузили багаж к отправлению поезда Геннадий и Галина буквально впрыгнули с подножки Отходящего вагона в микроавтобус Приказав тут же зашторить и в нем все окна Через двадцать минут Мы подъехали к гостинице На ее пороге нас ожидали Борис и Эля Когда они приблизились к машине Геннадий и Галя явно занервничали Кто это? Почему они здесь? Не тревожьтесь Успокоил их Андрей Это руководители фонда Я попросил их приехать Чтобы они могли оказать вам необходимую помощь Откроем двери Пусть войдут Борис и Эля Войдя в микроавтобус Были как и мы поражены увиденным Но постарались не показать вида Они представились И предложили побеседовать в номере гостиницы Хорошо Согласился Геннадий Одно условие Мы не будем задерживаться в стойке регистрации в гостинице Нам нужно из автомобиля сразу пройти в номер Мы не хотели бы, чтобы в гостинице нас увидел кто-нибудь посторонний Вот наши паспорта Постарайтесь зарегистрировать нас без нашего присутствия И еще Во время нашего разговора с вами в номере Должен быть ваш волонтер Луцхови Он будет в качестве международного наблюдателя Войдя в номер гостиницы Геннадий и Галина тут же зашторили окна В комнате стало темно Может быть, включим свет? Предложил Борис Не стоит Ответил Геннадий Сегодня последний день консульского приема Вы должны прийти на него Если не придете на встречу с консулом Не получите визу на выезд в Израиль Следующий его приезд через полгода Исключено В приемной консула всегда много людей Мы не сможем пойти туда Но почему Нас могут убить? Убить? Как такое возможно? И потом Вы сами знаете Там надежная охрана У убийц Длинные руки И повсюду свои люди Мы не будем рисковать своей жизнью Борис и Элей переглянулись Хорошо Сказала Эля Попробуем решить эту проблему Следующим образом Вы должны нам в деталях Рассказать вашу историю Мы запишем ее на диктофон Передадим консулу И постараемся уговорить его Поставить вам визу индивидуально Это вас устраивает? Он должен сделать это в аэропорту Перед посадкой в самолет Это наше последнее условие Сказал Геннадий После короткого совещания с женой Хорошо Мы передадим ему ваши требования А теперь, пожалуйста Расскажите, что с вами приключилось Дальше, дорогая Бергита Идет история, которую пришлось Переписывать диктофоны Помог мне в этом Андрей Говорил в основном Геннадий В нашем небольшом поселке Расположена воинская часть Я профессиональный военный Офицер, майор по званию Прослужил в этой части почти 20 лет Был одним из ее командиров Там мы с Галиной поженились Родили двоих детей У нас была хорошая трехкомнатная служебная квартира Поселок располагался в красивом месте Достаточно удаленном от цивилизации На берегу реки Уссури Прямо в тайе Рыбалка, охота, грибы, ягода Все это считай в пешеходной доступности Прямо за порогом дома Отношения с соседями были замечательные Жили как одна семья Шли годы Построили дачу Купили автомобиль, катер Ну, чем не жизнь? Думал, здесь и проведу ее всю Без остатка Если, конечно, не переведут в другое место Я в поселке один еврей Других нет Да и жил я, как другие Ничем не выделяясь Про свое еврейство не вспоминал Только вот два года назад Приехали к нам два человека Из вашего фонда Волонтерами себя назвали Точно так же, как этот немец Сегодня утром в поезде себя назвал Вот они-то и рассказали нам О том, что у нас есть возможность Выезда в Израиль Оставили брошюрки и телефоны для связи После их отъезда Со мной стало происходить что-то непонятное Наверное, кровь моя еврейская взыграла Затасковал я Вспомнил из детства деда своего Молящегося к Иерусалиму И даже слова его молитвы Варухата Элакейну Уж очень часто он этими словами К Богу обращался Я сам не заметил, как начал В этой непонятной тоске и задумчивости Эти же самые слова Себе под нос бормотать Галина заметила Что со мной творится что-то неладное Начала расспрашивать Ну и я возьми да и скажи ей Что об отъезде в Израиль задумался Думал, наругает А она в ответ А почему бы нет Помнишь, мы с тобой, когда были молодыми Мечтали жить у моря Только в переезд в другую страну Дело серьезное Надо Гена обо всем узнать В деталях и поподробнее Я по оставленным вашими волонтерами Телефоном позвонил Дозвонился до представителей Еврейского агентства Во Владивостоке И записался на прием Все ездили, встретились Узнали многого полезного Особенно нас заинтересовали Детские программы Нашим детишкам тогда было 12 и 13 лет Подростки Пришло время для них Определяться с будущим И начинать Вовсю к нему готовиться Школа же в поселке Была слабенькой На всю школу Три учителя Представитель еврейского агентства Посмотрел собранные нами документы И сказал Что наших ребятишек Вполне могли бы взять По программе Четырехлетнего школьного образования В Израиле Согласно этой программе После окончания учебы Они могли бы вернуться домой Либо продолжить учиться дальше В израильских колледжах И университетах Родителям оплачивался Перелет в Израиль Для встречи с детьми Один раз в полгода После долгих размышлений И слез Галина все-таки Согласилась Отправить детей На учебу в Израиль В августе Ребятишки успешно Прошли тесты А в сентябре Улетели Квартира наша Сразу опустела Очень мы тосковали По детям первое время В начале марта Поехали к ним на свидание Когда увидели Израиль Собственными глазами Были ошарашены Обилием зелени и цветов Потому что ожидали Увидеть пустыню Нас окружали простые Но красивые дома Радушные и звонкоголосые люди Наши дети Светили нас здоровыми Радостными И счастливыми Первое, что они сказали Что пора и нам Перебираться Под жаркое Израильское солнышко Мы, конечно, понимали Что потеряв В России работу Не сразу найдем ее В Израиле Что нужно будет пройти Трудный путь адаптации Изучения языка И новой культуры Нам нужно было Оставить все Что было годами нажито И ступить в неизвестность Трудно Ой, как трудно Далось нам это решение Стали готовиться к отъезду Три раза в неделю Ездили с Галией В Владивосток Изучать еврит На уроках В еврейском агентстве Между тем Отношение к нам Людей в поселке Заметно изменилось Наши добрые соседи И друзья С которыми прожили Бок о бок Много лет Начали смотреть На нас осуждающие А кто-то откровенно Посмеивался над нами Вроде все Оставалось как прежде Но уже ощущалось Будто невидимая холодная стена Появилась между нами И ними Мы решили не обращать На это внимание И продолжать идти К поставленной цели Предупредили начальство Об отъезде Продали дачу, машину Катер, гараж Старую мебель Вчера утром Собрали чемоданы И сумки Для отъезда Ближе к вечеру Открыли бутылку Сухого вина В полупустой квартире Чтобы выпить За счастливый отъезд Через час Водитель из части Должен был Нас забрать И отвезти Во Владивосток В это время В дверь постучали Я от природы Был сильным И крепким человеком Никогда никого Не боялся Поэтому и дверь Открыл Безо всякой опаски На пороге Стоял человек На голову Выше меня И в полтора раза Шире в плечах Он был одет В камуфляжную форму На его голове Была маска Я заметил Еще одного Стоящего за ним Человека Поменьше ростом В такой же форме И маски Я не успел Захлопнуть дверь Как тот Что был впереди Что было сил Ударил меня По лицу Кирпичом Который он Держал в руке На какое-то время Я потерял сознание Упал на пол Когда я попытался Встать Он насел на меня И продолжал Бить по лицу Кирпичом Я пытался Увернуться от ударов Закрывать лицо Руками Но безуспешно Он бил меня До тех пор Пока кирпич Не раскрошился В его руке К рассказу Подключилась Галина Увидев Как избивают Гену Я открыла Форточку И закричала О помощи Наше окно От доски Пытаясь Кирпичем Положил Положил его На стол Галина Кирпичем Это были деньги Вырученные От продажи Дачи И машин Высокий Налил в вино В бокалы Кирпичем Эти деньги На нас Вы должны Знать Мы Повсюду Мы будем Следить за вами До самого Вашего вылета Из Хабаровска И даже В Израиле Вы Жиды Должны Понимать Что живете На этой земле Только до тех пор Пока мы Позволяем Вам жить Поэтому Вы должны Быть нам Благодарны От того Что вы еще Живы Никому Не звоните Не пытайтесь Нас найти Помните Мы Повсюду Было слышно Как к дому Подъехала машина Хлопнула дверь Наши мучители Ушли До трассы В Владивосток Хабаровск От нашего поселка Существует Единственная дорога Протяженность Ее 60 километров Прямо На съезде С трассы Стоит КПП Нашей части Налетчики Были явно Залетные Они Не могли Проехать Мимо КПП Я Сразу же Позвонил Дежурному Командиру Части Объяснил Ситуацию Тот Клятвенно Пообещал Мне Проверять Каждый Автомобиль Через Пару Часов Он Перезвонил И Тихим Извиняющимся Голосом Сообщил Что Они Ни одного Автомобиля На КПП Не Заметили И Тогда Нам Стало Действительно Страшно Мы Начали Понимать Почему Не реагировали На наш Крик Соседи И Сотрудники Из отделения Милиции Почему Их Налет Был Так Продуман И Организован Почему На КПП Не Была Замечена Их Машина К нам Приезжали Профессионалы Из Спецслужб Они Действительно Могут Следить За Каждым Нашим Шагом Поэтому Чтобы Не Подвергать Нас Очередной Опасности Просим Уважаемого Консула Принять Во Внимание Наш Рассказ И Найти Возможность Индивидуально Поставить Нам Визу На Вылет В Израиль В Аэропорт В шесть Утрам Мы С Андреем Забрали Геннадия И Галину Из гостиницы В аэропорту Их ожидал Консул Израиля Который Прямо Перед Стойкой Регистрации На рейс Поставил Им Визу Еще Через Два Часа Они Вылетели В Бен-Буреон Вот Такая Печальная История Дорогая Биргитта Не Знаю Насколько Правы Были В своих Утверждениях Геннадия И Галя Но Факт Остается Фактом Антисемитизм Не Исчез С лица Земли Он Жив И Здесь Он Похоже Действительно Повсюду До Следующего Письма Очень Скучаю По Тебе Твой Луц Повсюду Субтитры создавал DimaTorzok